День с толком Смотрите в этом выпуске Жертвы снега Кто займется ремонтом крыши в Барнаульской пятиэтажке И что сейчас приходится делать пострадавшим жильцам Более 2 миллионов рублей на мусор Как изменилась жизнь в Косихе после мусорной реформы Несмотря на пандемию В барнаульских школах началась итоговая аттестация Сегодня начали частично демонтировать крышу многоквартирного дома на Тимуровской, 19 Напомним, она обрушилась из-за снега Начало недели в регионе началось с ряда происшествий Трагедия после схода снега случилась в Заринске На Тимуровской, к счастью, никто не пострадал Где сейчас находятся жильцы дома И сколько средств требуется на восстановление кровли Узнавала Валентина Аскерова Типичная пятиэтажка на потоке Капитального ремонта не видела с момента постройки уже 60 лет Сегодня к ремонту наконец приступили Правда, внепланово Когда крыша частично обрушилась Обломки повредили отопление В квартиры хлынул тропический дождь У нас вот не сильно У нас как бы вот эта стенка Вот только вот теклась вода Вот здесь текла вот И здесь Внутри уже подсохла Ну, в основном вот здесь, в коридоре Вот здесь она, вот возле лампочки Она вот сюда, вот пекала вода МЧС пожарные электрики К дому экстренно стянули спецслужбы города Отключили электричество Чтобы предотвратить пожар За пару часов наладили систему отопления А люди в это время тазиками Вычерпывали воду из своих квартир В результате некоторые стали просто Непригодны для проживания Здесь тоже женщина Она одна на работе Ну, она как бы У нее тоже затопило Но она там, как бы, и живет Потому что, она говорит Мне ночевать негде Она говорит, я обращалась Они ко мне, говорит, даже Получается, не подходили, как бы, эти люди Не знаю, приезжали или нет И вот она здесь, как бы, с работы приходит И ночует, как бы, со своим мужем Часть жильцов, чьи квартиры пострадали Пока переехали к родственникам И ждут ремонта от своей управляющей компании А вот крышу под опеку взяла городская администрация На восстановительные работы направила почти 800 тысяч рублей Сегодня подрядная организация начала демонтировать поврежденные конструкции Через три дня приступит к непосредственному восстановлению самой кровли Валентина Аскерова, Андрей Печоркин День с толком А вот пенсионерка Нина Гришаева попала под дождь на собственной кухне Это случилось пару дней назад, когда регион накрыла теплая волна Причина снежные запасы, которые скопились за зиму на крыше дома Почему журналисты оказались последней надеждой пенсионерки И есть ли шанс, что ситуация изменится Расскажем в нашем сюжете Ленина 131, центр города Нина Гришаева живет здесь 35 лет Говорит, капитального ремонта за это время не было ни разу Крыша течет давно, а в последние годы с нее и вовсе Льет как из ведра На днях за свои деньги пенсионерка даже наняла рабочих Чтобы снег с крыши скинули Не смогла дождаться, когда это сделают представители управляющей компании Здесь штукатурка вся на пол упала Вот здесь еще держится Вот здесь тоже вся на пол упала Здесь ужас, что было и каждый год Как только температура за окнами поднимается выше нуля Нина Михайловна использует все, что есть в доме Чтобы вода не протекла этажом ниже Ведра, банки, тазики К тому же опустошить все емкости нужно вовремя Поэтому даже поход в магазин для женщины Риск затопить соседи снизу А вот ночью, я ночью, ну 75 лет я не могу уснуть Я только засну, надо уже вставать, выливать Я и не сплю Под навесным потолком приходится скрывать обвалившуюся штукатурку Из-за нее внучка Нина Михайловна однажды чуть не получила травмы И как эта штукатурка упала И прям ей это хорошо, что было теплое одеяло Такое, ну, стяженное И она упала, ей ножки, конечно, больно было Но не было травм Логично, что проблему с крышей уже давно могла решить управляющая компания Пенсионерка говорит, специалисты приезжали летом Запенили щели и на этом их миссия закончилась Пена никакого эффекта не дала С первым растаявшим снегом история повторилась Теперь на звонки пенсионерки в управляйке никто не отвечает Телефон ее уже знает наизусть Звоним с другого номера Ответа, как решить проблему, и на этот раз женщина не получила Мы решили побеспокоить руководство управляющей компании и наследие сами Нам ответили, дом старый и его давно уже нужно сносить От конденсата никуда не денешься К слову, в реестр аварийных этот дом не входит В отличие от стоящих по соседству Со стороны управляющей, что можно сделать? Попробуем укиплить пенополистиролом Сами вверху кирпичной кладки под крышей Попробуем Но не думаю, что это поможет Между тем юристы говорят Если управляющая компания не выходит на связь Или отказывается решать проблемы Можно обратиться в государственную инспекцию жилищного надзора Но и тут есть свои тонкости На сегодняшний день в городе Барнауле Есть случаи, когда собственники даже не ведают о том Что они избрали непосредственный способ управления А с управляющей компанией, так называемой Заключили договор всего-то на обслуживание по бухгалтерии То есть выписка квитанции И по паспортно-визому обслуживанию Остальные функции управляющая компания не исполняли В нашем случае помочь пенсионерке обещали уже в ближайший месяц А пока стоит только догадываться Как Нина Михайловна встретит первую весеннюю отепель Она расшагировала Александр Антропов День с толком Сегодня на улице Челюскинцев Открыли временный пешеходный мост через Барнаулку Его установили вынужденно в связи с закрытием перехода На котором сейчас идет ремонт Напомним, мост через Барнаулку закрыли на реконструкцию 1 февраля В планах мэрии сделать его более безопасным для водителей и пешеходов Будут построены новые опоры, балки, тротуары, освещение На эти работы выделено почти 90 миллионов рублей Ремонт должны завершить к ноябрю этого года Поэтому пока проход будет доступен только для пешеходов Были обращения граждан, что мы опубликовали новость о перекрытии моста Гражданам было неудобно ходить по дальнему маршруту Поэтому было принято такое решение Данные работы не были предусмотрены проектом Но однако было принято решение и работы выполнены Власти райцентра Косиха выделили на покупку мусорных багов И организацию контейнерных площадок Беспрецедентную по сельским меркам сумму Более 1 миллиона рублей Почему к мусорной реформе здесь отнеслись серьезно И какие от этого плюсы, расскажем далее После того, как полномочия по организации и содержанию контейнерных площадок Были переданы от района на уровне сельсоветов Власти Косихи поняли Чистота на улицах зависит от их оперативной работы Тогда местная администрация подала заявку на участие в программе Комплексное развитие сельских территорий Удалось получить субсидию в миллион 300 тысяч рублей Затем добавили еще миллион рублей Из бюджета сельсовета и средств бизнеса Мы обустроили 40 площадок под твердые коммунальные отходы Согласно нормам САМПИНА Из имеющихся 49 мы осуществляем непосредственную работу возле имеющихся площадок В зимний период это содержание подъездных путей Ну и также содержание санитарии Наведение порядка возле имеющихся контейнеров Подавляющее число контейнерных площадок теперь оборудованы по САМПИНу На бетонном основании под навесом стоят новые контейнеры Жители Косихи изменения оценили За все село, конечно, я не могу сказать А меня вот устраивает Вынес мусор и без проблем Вывозят постоянно мусор Так что тут завала не было Собаки не растаскивают мусор По цене, ну у меня вот, у меня два человека Мне, конечно, меньше стало платить Жители вспоминают, что начиналась мусорная реформа с бестарного вывоза Мера временная и вынужденная, которая с появлением контейнеров отошла И теперь у подрядчиков рекоператора времени на вывоз уходит меньше Раньше уходило порядка шести часов на обслуживание только села Косихи Но помимо этого села у нас есть еще ряд других сел на периферии До которых нужно добраться и которые нужно обслужить Когда муниципалитет сделал контейнер на площадке, мы можем предоставить эту услугу Так как время сократилось до полутора-двух часов на обслуживание данного конкретно села По федеральному законодательству обязанность рекоператора наступает с момента погрузки мусора в мусоровоз А вот чистота на площадках уже дело села Наводить на них порядок, расчищать пути от снега, обязанности муниципалитета Именно сугробы главная проблема, из-за которой зимой мусор порой могут и не вывезти Это обстоятельства непреодолимой силы, когда региональный оператор не может оказать услугу не по своей вине Это неподъездные пути к контейнерным площадкам Как только эти вещи исправляются органы местного самоправления Мы надлежащим образом начинаем оказывать услуги В Косихе справляются, есть штатный дворник, заключен договор на расчистку дорог А вот у жителей других сел или городских частных секторов иногда возникают вопросы по поводу мусорной реформы Кого-то не устраивает, что конкретно к его дому близко установлен контейнер Кому-то наоборот далеко приходится идти до площадки и выносить мусор ежедневно Поэтому все индивидуально, органы местного управления реагируют Министерство в том числе находит общий язык с жителями Определяют оптимальное количество площадок, оптимальное расстояние для каждого Эксперты отрасли также подчеркивают Законодательно определено минимальное и максимальное расстояние от жилого дома до контейнерной площадки Оно составляет от 20 до 100 метров Однако Санпин допускает отклонения как в большую, так и в меньшую стороны В Косихе, например, с жителями и по этому вопросу договариваются Андрей Дреяр, Николай Шилко, День с толком Продолжим На сегодня в ковидных госпиталях края умерло уже 2114 пациентов За сутки 14 летальных исходов В тяжелом состоянии сейчас находится 361 человек Из них 98 находятся на аппаратах ИВЛ Также за сутки выявили еще 172 случая заражения И тем временем в регионе продолжается прививочная кампания от коронавируса На данный момент уже более 22 тысяч человек поставили себе вакцину спутник ВИМ Из них 4000 прошли полный курс вакцинации Им ввели второй финальный укол, который ставят на 21 день после первого Прививки от COVID-19 по-прежнему ставят в медицинских учреждениях края по записи И в мобильных пунктах, которые находятся в Барнауле возле торговых центров Пионер и Галактика К другой теме Лечить зубы маленьким пациентам края теперь смогут в спящем режиме Впервые с момента основания открыли краевую детскую стоматологическую поликлинику в 82 году прошлого века Здесь провели капитальный ремонт Потратили почти 28 миллионов средств краевого бюджета Что кардинально изменилось, расскажет Анара Шагирова Иван Уваров приехал в Барнаул из Олейска Еще летом у парня заболел зуб В районной поликлинике оказали первую помощь и направили в краевую столицу Летом обращался в поликлинику И мне поставили пломбу, надо было приехать еще, но времени не было И потом повременил, начались проблемы Потом приехал снова, некоторые зубы вылечили и потом отправили сюда К слову, лечение в этой поликлинике теперь проходит в более комфортных условиях Капитальный ремонт здесь начали в августе прошлого года К лету нынешнего планируют закончить полностью Уже заменили канализацию, отопление и водопровод Сделали аварийный выход У нас вообще ремонт затеян для чего? Для того, чтобы мы организовали отделение малооперационное Чтобы лечить ребятишек края под наркозом На сегодняшний день в крае это единственное место, где будут оказывать такую помощь детям до трех лет бесплатно Врачи говорят, что на зубки малыши жалуются уже с двухлетнего возраста Основная причина кариеса – фастфуда и сладкое Неудивительно, что каждый день в поликлинике очереди В день здесь принимают до 120 пациентов Чтобы удержать ребенка в кресле с открытым ртом, врачам приходится идти на разные хитрости Но теперь, уверяют, процесс лечения станет проще для всех Здесь смонтировано новое современное оборудование с экраном Где наши маленькие пациенты могут смотреть во время приема мультики Они будут отвлекаться, комфортное пребывание для детей создано на самом высоком уровне Эти молодые специалисты в поликлинике работают всего год Но за это время, говорят, каких только пациентов не было Порой приходилось отменять приемы, поскольку перебороть детский страх не получалось Врачи надеются, что поход к стоматологу для детей отныне перестанет быть страшным испытанием У нас игрушки, разговоры То есть, в принципе, с детками даже, может быть, проще, чем со взрослыми Ты заряжаешься от них Филиал Краевой детской стоматологической поликлиники намерены открыть Ивновалтайский на базе местной горбольницы И там планируют принимать не менее сотни пациентов в день Анара Шагирова, Андрей Печоркин, День с толком В барнаульских школах началась новая волна К счастью, не пандемии экзаменов Стартовала итоговая тестация 2021 года Накануне девятиклассники сдавали собеседование по русскому языку Которое станет допуском к ОГЭ В какой форме оно проходило, очно или дистанционно И ожидают ли выпускников этого года нововведения, выяснял Илья Кочетков Школа номер 53 в зеленой зоне Больных коронавирусом здесь нет Но меры безопасности, вплоть до масок на уроках, обязательны Собеседование проходило в таком же режиме Для Алины Колесниковой это первое серьезное экзаменационное испытание Готовилась, была уверена, что собеседование в любом случае не отменят Надежды такой не было, потому что все-таки обстановка уже, слава богу, стала более-менее стабильная и нормальная Так что мы были решительно настроены сдавать все экзамены К слову, требовалось прочитать текст об одном из великих деятелей российской истории Пересказать, произнести монолог по теме В 24 регионах России, включая Московскую область, Камчатку и других, работали в совмещенном режиме Часть ребят проходило собеседование дистанционно У нас решились проводить очно Приходили не все, не все три класса сразу, а приходили по определенному графику Затем кабинет обрабатывался циркулярами Циркуляр у нас стоял в кабинете и там, где проходили собеседование И там, где они ожидали своего времени Сидели они на расстоянии полтора метра То есть вместе они не сидели, ребятишки рядом У них были у всех маски, санитайзеры стояли Зачет по собеседованию, допуск к основному ОГЭ Если в прошлом году это испытание отменили, то в этом снова ввели 11-классники итоговое сочинение, допуск к ЕГЭ, напишут в апреле К слову, в этом году основную волну экзаменов планируют, как и в допандемийное время, с мая по июль Обязательным экзаменом будет являться русский язык Все остальные экзамены будут по выбору То есть выбрать можно те экзамены, которые они считают для себя, выпускники наши дорогие Для поступления в высшее учебное заведение Новинка 2021 года Те, кто после школы не собираются поступать в ВУЗ Смогут ограничиться облегченной версией Государственным выпускным экзаменом по двум предметам Каким именно, в министерстве обещали озвучить позже Раньше на такой экзамен могли претендовать лишь ребята с ограниченными возможностями Теперь все желающие Правда, если потом выпускник все-таки решит поступать в ВУЗ ЕГЭ ему придется сдавать отдельно Илья Кочетков, Алексей Фризин, День с толком И в завершение выпуска Барнаулец поборется за победу на чемпионате мира по конькобежному спорту Это Виктор Муштаков Сейчас спортсмен находится в Нидерландах Соревнования пройдут там с 11 по 14 февраля За это время Муштакову предстоит пробежать несколько дистанций на 500 и 1000 метров Кстати, барнаульскому конькобежцу уже улыбалась удача на чемпионате мира в 2019 году в Германии Тогда наш земляк стал бронзовым призером На этом у меня все новости Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях, на ютуб-канале Для вас по-прежнему работает телефон нашей редакции 205 545 Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях А через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания Evalar До встречи в эфире